Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать в набережную Челны. Стадион КамАЗ сегодня принимает матч 11-го тура на ЛДЖ Первой Лиги. И одноименная команда сегодня здесь принимает одного из лидеров, Екатеринбургский Урал. Противостояние команд, которые на данный момент решают разные задачи, но учитывая плотность турнирной таблицы, в общем-то, можно говорить, что каждый матч несет в себе интригу и противостояние исторически богатое. Теперь уже можно всем разбегаться по разным позициям. Игра стартовала, и это игра 11-го тура Мелбет Первой Лиги между КамАЗом и Екатеринбургским Уралом. Состав КамАЗа здесь Артур Анисимов по 31-м номерам, капитан команды в створе ворот. Ну и вот Давид Караев поддерживает это настроение быстрых мячей в футбольной национальной лиге. Передача, классный пас за спину, включение, прострел, момент! И очень близок Урал к тому, чтобы забить. Эрик Бигфалви дотягивается до мяча, шикарное включение Менгиана Бивеева, но без поддержки. Ни КамАЗ не остается, ни, безусловно, Урал. Вот сейчас, если мы увидим, если мяч отправится на левый фланг или в штрафную, мы увидим гостевой сектор, момент! Анисимов забирает его там чуть дальше, по левую руку, там болельщики Урала. Получает пас Менгиан Бивеев, подача, мяч закручивается. Егорычев обработал, спину поставил, дальше развернулся, пробил и забил! Великолепнейшие действия в исполнении Андрея Егорычева. 1-0, Урал выходит вперед и, конечно, гол имени пятого номера Урала. Как принял, как развернулся, как все в темп, как все в тему. И затем удар в ближний, абсолютно неуловимый удар для Артура Анисимова. Мы постоянно отмечаем, как Мельников отправляется чуть что сразу в чужую штрафную. А здесь быстрый ответ Секулич, Секулич в спину ставит. С мячом встретился, передача, момент и 2-0! Забивает Урал, снова контратака. И на этот раз контратака проходит идеально. Мартин Секулич зарабатывает очередной балл. Все начинает Алексей Мамин. Быстрый заброс вперед, Мамин тоже в ассистентах, можно говорить, наверное, именно так. По крайней мере, по смыслу, именно Алексей Мамин добавляет акцентов, добавляет стремление в эту атаку Урала. Точнейшая передача, заброс вперед. Дальше классно разобрались Секулич и Ионов. И счет 2-0. КамАЗ думает об атакующих действиях в начале второго тайма, причем неплохо. Под лицевую момент, прострел опасный, можно забивать удар! Как же так? Как же так не забивает? У Горелого хорошая точка, удар не получается. Все чувствует, все понимает и все видит. Вот Артур Анисимов, мяч. Отправился, проводил за пределы, а здесь момент. И вот он, шанс для КамАЗа. Ну, смотрите, КамАЗ начинает соперника встречать. Ну, в том смысле, да, встречать. Играть против него так же, как Урал играл против КамАЗа в первом тайме. Но Хубаев дальше продвигается, Хубаев. Мишкич его встретил, мяч дойдет до правого полуфланга. Есть включение, но вот такой пас, это момент. Можно бить, и опасно, и Алексей Мамин забирает. Давид Караев мог, мог успеть, но Мамин среагировал на отскок от собственной груди. Очень хороший шанс, и это Павел Горелов. А помните, я говорил на протяжении всего первого тайма, что у Горелова великолепный дальний удар. Абдулаев, бывший футболист Урала-2 с мячом. Абдулаев, Абдулаев прошел, Абдулаев, Абдулаев собирает пятерых. Дальше оставление, удар, и не попадает Хубаев. Создает вот этот момент. Посмотрите, двух, трех, четверых прошел. Воронов забивал дебютный, ну и затем Алексей Иванов. Здесь момент опасный, и снова не попадает Павел Горелов в створ. Снова не попадает. Шанс хороший для 22-го номера. Получается, Торпеды свой матч уже сыграли. В 11-м туре, соответственно, у Торпеды также 17 забитых. Удар, тем временем опасный штанга! Вот это момент! Не успокаивается КамАЗ. Разыграет КамАЗ угловой. Еще ничего не решено в этой встрече. Подача, борьба, удар, и гол, и забивает КамАЗ! Забивает КамАЗ на 83-й. А помните, мы с вами говорили про угловые КамАЗа, что это всегда опасно, что это всегда может принести пользу команде Эльдара Ахмедзянова. И вот общается Сергей Куликов со своим помощником. Решение отменить. Вот она подача. Так. Тананеев. А в чем, собственно, вопрос? Положение вне игры. Суханов тоже может слева пробить. Хубаев бьет, не попадает в створ. Хороший удар, на самом деле, у Хубаева. И жили вот так. Через пасы уже в центре поля ждут финальный свисток. Мяч в ногах у Даниэля Мишкича. И это финальный свисток. Ознаменующий уверенную победу Урала со счетом 2-0. Но не без проблем. В завершении матча Урал выступал, спасаясь, вбивая мяч.